В январе одним из ярких событий стало открытие поликлиники в ЖК «Зелёные аллеи». Несколько лет местные жители мечтали о том, чтобы у них появилось своё медицинское учреждение. Мы довольны, мы рады. Спасибо большое всем, кто помог, кто принимал участие в строительстве. В феврале мы рассказали об инспекторе Ленинской ГИБДД Андрея Ильине, точнее о его хобби. Андрей занимается пауэрлифтингом – силовым видом спорта, где в различных позициях необходимо поднимать штангу максимально тяжёлого веса. В его копилке немало наград. Спорт – это отдых. Это просто отвлечение от всего, от личного мира. Когда я в спорте, я думаю только о весах, о достижениях, я расслабляюсь. Бесспорно, одним из ярчайших событий марта стал традиционный конкурс «Рыцарь года», где за звание самого спортивного, умного, харизматичного и артистичного борются представители учебных заведений Ленинского городского округа. В этом году звание завоевал ученик 5-й видовской школы Матвей Долтов. Поддержка – это всегда крылья артиста. Если бы сейчас не был зал наполнен моими любимыми коллегами по школе, то мне кажется, я бы не сделал того, что я сделал сейчас на сцене. В апреле особый интерес вызвала необычная экологическая акция. В тех местах, где будет идти строительство Южно-Латкаринской автодороги, местным жителям разрешили выкапывать деревья, чтобы посадить их у себя рядом с домом и таким образом не дать им погибнуть. Здесь пойдет бульдозер, мы понимаем, будут деревья воспилены. Но большие деревья мы не сможем спасти, но вот такие маленькие, двух-трех годовалые. Есть возможность дать им жизнь старую, чтобы они на территории нашего округа где-то так же росли. В мае мы рассказали о фотовыставке нашего коллеги, оператора Первого канала Владимира Гриневича. Экспозиция под названием «Зеркало нашего времени» открылась в Видновском историко-культурном центре и была посвящена бойцам, воюющим в зоне СВО. Человек, который будет смотреть в глаза вот этому парню, чтобы они знали, кто он, хотя бы кто он. Он артиллерист, все, больше ничего не надо. Просто дальше смотрите на него, посмотрите, может быть, вы увидите в нем знакомого. В июне героиней одного из наших сюжетов стала воспитанница «Центра дельфин» Виктория Таранникова. Подающая большие надежды юная спортсменка стала чемпионкой Московской области по плаванию. Я бы хотела добиться чего-нибудь, например, олимпийской чемпионкой стать. Но я мечтаю и буду идти к этому. Что есть возможности, все получится. В июле мы рассказали о кружке английского языка, в котором занимаются люди преклонного возраста, живущие в развилке. Он работает в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». Занятия проходят очень интересно и разнообразно, можно сказать. То есть мы поем песни, читаем стихи, читаем сказки, переводим. В прямом смысле ярчайший сюжет августа был посвящен показу мод, который организовали преподаватели и воспитанники детского лагеря «Лесная сказка». Особенностью модного мероприятия было то, что наряды делались не из тканей. Самое сложное было это вообще делать платье и разрывать пакеты и мерить. У нас было всего лишь два вечера, так что за один вечер вчера мы его сделали. В сентябре мы побывали на необычной выставке, которая открылась в здании бывшей станции Ленинской. Источником вдохновения для создания творческих объектов на этой экспозиции послужили денежные знаки советского времени. О советском сейчас говорят, им интересуются, по нему ностальгируют. Им интересуется и простой человек, гражданин нашей страны, и научное сообщество. И мы здесь эту историю рассказываем, но рассказываем через деньги, через купюру, через монету. В октябре состоялось долгожданное открытие Центральной видновской библиотеки после масштабной реконструкции. Теперь она не только приобрела современный интерьер, но и стала по-настоящему многофункциональным культурным центром. Модельные библиотеки отличаются от обычной своим комфортом, удобством, новой мебелью и, конечно же, новыми книгами, которые ждут читатели. Еще об одном долгожданном открытии мы рассказали в ноябре. Видновский лесопарк принял первых гостей. Таким образом, в Ленинском округе появилось еще одно место для отдыха и занятий спортом на свежем воздухе. Очень много прогулочных дорожек, очень много, несколько десяти километров. Сделали зону, так сказать, для посиделок. Там скамейки люди, освещение все там есть. Подготовка к Новому году в Ленинском городском округе начинается в первых числах декабря. И стартует она с традиционного парада Дедов Морозов, во время которого бьют в барабаны, играют с детворой, сжигают елки и раздают сувениры. У вас есть подарок? Да, посмотрите, пожалуйста. У меня есть шоколадка от русского Санта-Клауса. Я очень тронут этим подарком. Спасибо большое. Более 1100 сюжетов вышло в этом году в новостных выпусках нашего телеканала. Впереди Новый год и новые рассказы о людях и событиях, происходящих в Ленинском городском округе. Максим Козлов, Гульнар Абалаева и весь коллектив телеканала Видное ТВ. Новости Ленинской.